опа всем привет сейчас я тут все проверю проверим как слышно как видно я тут немножко настроил в новом месте сейчас секунду о слушайте и видно и слышно все работает это прекрасно я счастлив я не у себя дома поэтому помните да я отсюда уже как-то стримил закрытые вебчики у меня не было даже доски я купил доску ну сильно большую сюда нельзя мне кажется нам вполне хватит смотреть я улучшил там где я пребываю и улучшил возможности проведения стрима интернет работает доска есть все есть так что давайте сейчас поботаем немножко стрим будет небольшой всем да всем спасибо за поздравление у меня начинается вчерашний вечер уже разрывается телефон уведомление сейчас я выключил я по возможности всем отвечу ближайшее время сегодня скорее всего вот там просто очень много сообщений сотни ну просто там вот а значит смотрите что за стрим но я не мог не провести стрим день рождения вот поэтому взять на провожу что будем сегодня решать 2 авторские 17 уровень вполне и гешны но таких задач еще никогда не было и ты задач не существовало несколько дней назад это новые задачи их нигде не было ни в одном сборнике нигде вот а вполне себе и грешные решением этих задач 17 я хочу вам напомнить что нужно читать условия а не решать только тупо там по формулам задачи на аннуитетные дифференцированные платежи нужно вчитываться в условия схема выплат может быть в кредитах какая угодно и все это будет написано в условии задачи до чтобы не было потом никаких удивлений да на егэ дадут как 2018 году задачу 17 чуть поинтереснее и потом начнутся петиции что нас такому не учили нет мы должны уметь решать любую экономическую задачу на кредиты в частности сегодня будет две интересные задачки на кредиты одна попроще одна посложнее но вполне себе решаем да сегодня также обязательно промики день рождения у меня но подарки раздают тоже я соответственно три промокоды на стопроцентную скидку на щелчок один сейчас один после решения первой задачи и один в конце стрима после решения второй задачи вот такой будет прикольный стрим ну ребят все остальное вы знаете да еще раз всем спасибо ставьте лайки подписывайтесь на канал все четко стрим будет максимально полезно реально то есть задачи интересные качественные с необычно немножко условия давайте разыграем первый промик сейчас я первый промик бахну так 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 первый промокод первый промик знаете все ссылки в описании куда его вводить опа вот он и первый промокод орту шесть два восемь один все стираем его и поехали ботать задачи файлик задачами по ссылке в описании скачем все файлик там две задачи итак номер 17 пишем безусловно это егэ двадцать двадцать один слив то что будет у вас вариант так видно вроде все прекрасно нет это на любой предмет не только на математику ребята это абсолютно любой предмет действует промокод и так первое семнадцатая до читаем внимательно условия в июле планируется взять кредит в банке на некоторую сумму на четыре года под 13 процентов годовых ну давайте с сумма с сумма р процентов это 13 процентов годовых и н четыре года правильно на четыре года но очевидно что у нас будет какая-то табличка давайте сразу не сделаем как у нас выглядит табличка долг до процентов доска поменьше буду писать постарайся аккуратно чтобы все время долг после процентов чему равен платеж и долг после платежа классическая таблица правильно долг после платежа и у нас четыре года смотрим у нас первый год второй третий и четвертый надо доску чуть повыше поднять будет потом с этим разберусь так 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 ну давай читаем условия что у нас происходит до промокоды которые разыгрываю на стриме там стопроцентная скидка там стопроцентная скидка все ссылки куда вводить как оплачивать в описании если вы вводите и у вас уже не оплачивается значит кто-то из кучи людей кто на стриме кто-то уже увидел кто-то уже ввел кто-то он работает только один раз вообще посмотрите сейчас очень много стримов идет последний да вот дни в празднике на каждом стриме сейчас разыгрываются промики так 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 всем еще раз спасибо за поздравление давай читать условия ребят все давайте можно меня поздравить будет еще в конце или перерыве давайте реально поботаем хочется эффективности хочется решить прикольные задачи вгружаемся думаем над условиями далее каждый год начиная со второго процентная ставка либо увеличивается либо уменьшается на фиксированную сумму x процентов причем известно что она либо во все годы увеличивается либо во все годы уменьшается вот это очень интересный момент смотрите в нашей задаче есть некоторые x процентов Так, которые нужно найти на самом деле. Мало того, есть некоторый прикол. Во все годы процентная ставка будет либо увеличиваться, либо уменьшаться. То есть смотрите, в первый год процентная ставка нам известна. R процентов, так 13 процентов годовых. Давайте заполним табличку для первого года, например. Смотрите, было S. Так, вот. И здесь начисляются, понятно, S плюс S умножить на R делить на 100. Но прикол в том, что начиная со второго года, либо процентные ставки будут R плюс X, R плюс 2X, R плюс 3X. Либо, понятно, R минус X, R минус 2X, R минус 3X. Все поняли суть? То есть процентная ставка будет либо все время увеличиваться, либо все время уменьшаться. То есть она не может когда-то увеличиться, когда-то уменьшаться. И вот нам неизвестно, на сколько процентов она увеличивается или уменьшается. Давайте посмотрим, что это схема кредита. Каждый январь долг возрастает на соответствующее число процентов по сравнению с долгом на конец предыдущего года. На соответствующее число процентов имеется в виду на увеличенное или уменьшенное. С февраля по июнь необходимо выплатить часть долга так, чтобы на начало каждого года долг уменьшался, наверное, на эту же сумму по сравнению с предыдущим июлем. Уменьшается или увеличивается процентная ставка и на сколько процентов, если переплата составляет 25% от взятой суммы. То есть ключевая здесь штука, что долг уменьшается на одну и ту же сумму, типа аналог дифференцированного платежа. Если сказано, что долг уменьшается на одну и ту же сумму, значит здесь у нас всегда будет вот так. Насколько уменьшается долг, если изначально долг S, а всего 4 года? Значит он уменьшается на 1 четвертую S. Вот это мы можем запомнить сразу 3 четвертых S. Здесь 3 четвертых S Здесь 2 четвертых S Здесь 2 четвертых S Тут тоже 2 четвертых S Здесь 1 четвертая S И в конце 0 То есть вот это мы из условия поняли Это ключевое условие задачи, что долг уменьшается на одну и ту же сумму Это максимально важно А вот в процентной ставке у нас проблемы Пока что мы знаем только что в первый год Процентная ставка действительно R процентов Она равна 13% и мы пишем в общем виде Ну давайте, если мы знаем, что у нас в первый год начислили вот такое количество процентов Мы очень много раз об этом говорили Смотрите, долг был S И к S прибавили R процентов от S А в конце года долг 3 четвертых S, правильно? Как вы думаете, какой будет платеж? Мы знаем в этом случае, как устроен платеж Выплачиваются только что начисленные проценты S умножить на R делить на 100 Вот мы погасили начисленные проценты И долг стал равен S И еще мы должны выплатить 1 четвертую S Чтобы S минус 1 четвертая S Получилось 3 четвертых S А вот дальше у нас некоторые проблемы Мы не знаем, какая процентная ставка во второй, третий и четвертый год Давайте на этом месте остановимся И вы задайте вопросы Или поставьте плюсик, что все кристально понятно Мы только что поняли условия задачи Уже частично заполнили таблицу И поняли, что нам нужно искать вот этот X процентов Что разве не одна? Одна четвертая Три четвертых S Две четвертых S Две четвертых S Долг уменьшается на Две четвертых S Одна четвертая S Ноль Так, еще раз Что в чем проблема? В конце третьего года А, одна четвертая Само собой, да Спасибо Долг уменьшается, да Все время на одну четвертую S S минус одна четвертая S Три четвертых S Три четвертых S Минус одна четвертая Две четвертых S Две четвертых S Минус одна четвертая S Одна четвертая S Переходит сюда И в конце ноль Так, есть еще содержательные вопросы? Ага То есть всем все понятно Да, да Исправили, исправили То есть всем все понятно, ну понятно, это описка, здесь все ясно. Всем все понятно, кроме вот этого момента, что здесь должна быть 1,4 С. Потому что мы знаем, что долг уменьшается на одну и ту же сумму. Как найти ту сумму, на которую уменьшается долг, кому непонятно? Мы знаем, что сумма кредита С, взят кредит на 4 года, правильно? И если он уменьшается все время, сумма долга на одну и ту же сумму, нужно сумму кредита начальную С поделить на количество лет на 4. Получается 1,4 С. И просто вычитаем, 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 и в конце становится 0. У меня нет никакого P, у меня есть R, вместо R можно сразу написать 13, понятно, да? И не будет никаких проблем, просто я сейчас решаю задачу в общем виде. Вот, и начиная со второго года есть такая проблема, S плюс, да, то есть 3 четвертых S, то есть у меня уже долг 3 четвертых S, и плюс начисленные проценты. 3 четвертых S должно умножиться на, не на R делить на 100, а на R плюс X делить на 100, получается вот так. Но вот ведь проблема, сейчас я к R, еще раз, да, прибавил X процентов, смотрите, вот это был долг, а вот это что такое? Это сумма начисленных процентов на 3 четвертых S, на текущий долг. Мы начислили R плюс X процентов, вы скажете, Максим Олегович, ну а как же так-то? Мы же не знаем, процент либо добавляется к R, либо вычитается от R, правильно? Как понять-то, добавлять или вычитать? Или что, нам нужно решить задачу два раза? Сначала сделать таблицу для плюса, потом для минуса, и вот здесь есть некоторый лайфхак. А что нам мешает считать, что X может быть и положительным, и отрицательным, поняли прикол? То есть, если мы решим вот эту задачу плюс X и получим, что X отрицательный, значит, это и будет, значит, что процентная ставка все время уменьшается, поняли прикол? Нам не нужно решать задачу в общем виде. Мы просто скажем, что если X будет положительный, значит, процентная ставка увеличивается. Если мы получим, что X отрицательный, значит, процентная ставка все время уменьшалась, и не нужно решать две задачи. Давайте как-то зафиксируем, что если X будет больше нуля, следовательно, процентная ставка увеличивается. Если X меньше нуля, то процентная ставка уменьшается, и нам не нужно решать две задачи. Это простая идея, но до нее можно, конечно, не додуматься, и человек будет решать две задачи с плюсом и с минусом, а на самом деле можно решать всего одну. И смотрите, поняли, да, идея? То есть, ничему не противоречит, просто если X будет отрицательный, все будет четко. И вот теперь давайте считать аккуратно, заполнять всю таблицу, да? Значит, в платеже что мне нужно сделать? Реально, ребят, вдумайтесь, прикольные задачи. Что мне нужно сделать в платеже? Выплатить эти проценты, правильно? Выплачиваю проценты. 3 четвертых S, чтобы все влезло, пишу аккуратно, умножить на R плюс X делить на 100 и плюс 1 четвертая S. Так, это второй платеж. Хорошо, дальше что? Теперь 2 четвертых S, да? Пишем. К 2 четвертых S, я специально не сокращаю. Плюс 2 четвертых S умножить на что? Опять плюс X, правильно? Уже на R плюс 2X делить на 100. Теперь, вот это же, это сумма начисленных процентов, правильно? Я выплачиваю эти проценты 2 четвертых S умножить на R плюс 2X делить на 100 и плюс 1 четвертая S. Так? И в последний год делаем то же самое. 1 четвертая S плюс 1 четвертая S умножить на R плюс 3X делить на 100. Вот эта штука, это опять сумма начисленных процентов на остаток долга. Выплачиваем процент и 1 четвертую S. 1 четвертая S умножить на R плюс 3X делить на 100 и плюс 1 четвертая S. Вуаля! Нам удалось заполнить абсолютно всю табличку. И прикол здесь в следующем. На самом деле, в этой задаче еще может испугать следующее. У нас даже суммы долго нет. У нас S тоже неизвестная сумма и X неизвестная. Но нам сказано, что переплата составляет 25% от начальной суммы S. Так, давайте найдем переплату. Что такое переплата? Переплата это в точности сумма всех начисленных процентов. Вот эта 1 четвертая S, она пошла в счет погашения долга. Мы 4 раза выплатили по 1 четвертой S. Если сложить вот эти 1 четвертая S, то у нас получится в точности S. А вот это сумма начисленных процентов. Давайте просто все сложим и найдем переплату. Давайте сразу за скобку что вынесем? Давайте вот здесь S для удобства. Знаете, как напишем? Сейчас объясню. Видите, везде знаменатель четверка. Давайте S напишем прикольно. Вот так. 4 четвертых S. Тогда смотрите. Когда мы складываем 4 эти выражения, за скобку можно вынести следующую штуку. S делить на 4 умножить на 100. Согласны? И открываем скобки. У вас внизу видно, мне писать неудобно, но у вас внизу все должно быть видно. Да. Смотрим. S делить на 4 и на 100 мы вынесли общий множитель. Значит, от первого слагаемого в скобках 4R. Плюс от второго слагаемого 3R плюс 3X. От третьего слагаемого 2R плюс 4X. и от последнего слагаемого плюс 3X. Это и есть наша переплата. Смотрите, что получается. Складываем 4R, 3R, 2R и R. 10R, правильно? Получается S делить на 4 умножить на 100 в скобках 10R плюс. Складываем все иксы. 3X, 4X, 3X. Какая красота. 10X. Десятку можно вынести и сократить с этой десяткой. Итого, что мы имеем. Переплата наша равна, смотрите, S делить на 40 и умножить на R плюс X. Ну вот, посмотрите, десятку выношу, сокращается, получается 4 на 10, R делить на 40 и умножить на R плюс X. Это наша переплата. И смотрите, какая штука. Переплата составляет 25% от начальной суммы. Вы знаете, что это значит? Это значит, что если эту переплату поделить на S, это будет 1 четвертая. Еще раз. Переплата это 25% от S. То есть переплата делить на S, это 1 четвертая. Что будет, если переплату поделить на S? Смотрите, прикол. Если мы поделим вот это на S, S просто сократится. Тогда мы имеем уравнение. R плюс X делить на 40 равно 1 четвертая. Отсюда следует, что R плюс X это 10. Подставляем наше R равное 13 и получаем, что X равно минус 3. Вот получился отрицательный корень. Что это значит? Это значит, что ответ в задаче следующий. Нас спросили, увеличивается или уменьшается процентная ставка и на сколько? Ответ. Процентная ставка все время уменьшается на 3%. Видите? Мы в общем нашли сразу. Они решали две задачи, потому что мы сказали, что X может быть и положительным, и отрицательным. То есть у нас здесь все время будет 13 минус 3, 13 минус 6, 13 минус 9. Процентная ставка каждый год уменьшается на 3%. Вот такая прикольная задача. Согласитесь, мне кажется, вообще кайф для ЕГЭ. Очень простой счет. Все очень красиво. Просуммировали переплату, поделили на S. И это 25% от S. Значит переплата деленная на S, вот это выражение, это 1 четвертая. Идеально решаемое уравнение. Прикольная таблица с небольшими рассуждениями. И все прозрачно, понятный и красивый счет. То есть это как бы новая задача. Я поэтому и говорю, да, то есть я придумываю задачи такие, которые можно было бы впихнуть в ЕГЭ. И составителям ничего не мешает взять и придумать вот такую штуку. Это сделать не очень сложно. И дать такую задачу на ЕГЭ 2021. Конечно. А что мы сделали не так? Что мы не так оформили? Мы ввели неизвестное, мы даже вот это обозначили. Можно словами только написать. Если ставка будет, если x больше нуля, то процентная ставка увеличивается. Если меньше, то уменьшается. Мы идеально заполнили таблицу. Словами можно написать. Переплата это сумма начисленных процентов. Складываете все начисленные проценты, получаете переплату. Получаете красивое выражение, сокращаете его. Вот это пишет, это переплата. Дальше составляете спокойное уравнение. У вас что сказано? Переплата делить на S равно 1 четвертая. Но если вы очень хотите, вы можете при оформлении задачи еще написать. Вот так прям. Переплата делить на S равно 1 четвертая. Если очень хочется. Ну типа из условия следует, что переплата делить на S равно 1 четвертая. Тогда вместо переплаты подставляете ваше вот это выражение, делите его на S, получаете уравнение. То есть, вот что я хотел с сегодняшним стримом показать в первую очередь. Условия задачи выглядят неприятно. Согласитесь, да? Какое-то увеличение постоянно процентной ставки. Или уменьшение. Мы нифига не знаем. Увеличивается или уменьшается. Насколько? Мы даже не знаем S. Но просто составляешь табличку, ничего не боишься, получаешь красивое решение задачи. Все с кайфом. Почему сумма переплаты, сумма платежей? Ничего подобного. Платежи, вот, платеж состоит из двух частей. Выплачиваем сумму на численных процентов и 1 четвертую S каждый год, потому что сказано, что долг уменьшается на одну и ту же сумму. Переплата это только сумма на численных процентов. Вот подчеркнутое. Вот это плюс вот это плюс вот это плюс вот это. Это и есть сумма на численных процентов. Я сразу за скобку вынес S делить на 4 умножить на 100. И красивенько все просуммирую. Ребят, напоминаю, ставьте лайки. Народу смотрит больше, чем лайков. А народ уже заходил и уходил, значит, лайков должно было быть уже точно касать. В день рождения, ну, за день рождения, сами знаете, можно лайк поставить. За авторские задачи я реально запарился. Ехал сюда, в Сочи, и ничего-то там делал. А знал, что десятого я буду стримить для вас. Сел в поезде, придумал задачи. Мы их прорешали, проверили на корректность, сделали красивые чиселки. Ну, короче, можно поставить лайк, я думаю, точно. Так что ставьте лайк за бесплатный контент. Всегда. Так. Ребят, давайте такой вопрос. Накидайте еще плюсов в чат, если с этой задачей все, ну, просто кристально. Вторая посложнее, поинтереснее. Там и условия подлиннее. Сейчас будем разбираться со второй. 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 Да, еще лайк, конечно, можно поставить за новую доску. Я понимаю, что хотелось бы, чтобы она была чуть повыше, я ее подниму. Но, на мой взгляд, я идеально все настроил. Красивый фон, видно чат, свет, меня видно. Все прекрасно. Сделал себе тут студию. Почему одна четвертая S? Объяснил. Начальная сумма долга, взятая в кредит, сумма кредита S, сказано, что взят на 4 года. Это база. Сказано, что долг уменьшается на одну и ту же сумму, там, по сравнению с июлем предыдущего года. Если была сумма S, взята на 4 года, то есть она 4 раза уменьшалась на одну и ту же сумму, была S, стала 0. Как вы думаете, насколько она уменьшается? На S делить на 4 равными порциями. S делим на количество лет. Хорошо. Нет, Артур Маврин, я же сказал, там же прям строчка в условии задачи написана. Читаем внимательно. Она либо увеличивается, либо уменьшается на фиксированную сумму X. Дальше сказано в условии. Причем известно, что она либо увеличивается во все годы, либо уменьшается во все годы. Читайте внимательно условия. Все. Читайте вторую задачу. Ребят, я стираю с доски. Средства для стирания нет. Но вроде бы должно хватить тряпки. Читайте второе условие, оно жесткое. То есть, в таких задачах очень важно понять условия. Но, как показывает практика, чем хуже выглядит условие, тем проще убивается задача. Там, конечно, я понаворотил жесть. В этой задаче ничего не известно. Ни количество лет. Какое-то странное условие. Решиться так же симпатично, красиво, с кайфом. Красивые числа подобрал, чтобы ответ был прикольный. Кстати, это я уже четвертую придумал на днях. Две новые в марафон, в пробнике. Чтобы марафонцы не отставали и не решали постоянно тупые шаблонные 17-е. На закрытом курсе. И вот для вас еще две придумал. Так, задача номер 2. Давайте номер 17. Давайте опять замутим табличку. Аккуратно, долг до процентов, после процентов, платеж и после платежа. И поставим пока единичку, потому что мы не знаем, сколько у нас лет. Один поставим. Все. Давайте читать это жесткое условие. А, промик. В натуре. Первая задача же убита. Нужно второй промик. Второй промик. Пожалуйста. Пожалуйста. Действительно. В конце тоже напомните. Если я забуду выдать третий промик. Но лучше ходить на такие стримы не из-за промиков, а из-за качественного контента. Особенно авторские задачи. Так. Все правильно. И... Вот так. Все. Промик стираем. И убиваем еще одну задачку. Так. Так. Хорошо. Нет. Задачи реально прикольные. То есть, хорошие. Следующая задача. В июле планируется взять кредит на некоторую сумму по 10% годовых. Значит, S сумма не дана. R процентов это 10% годовых. Так. Дальше сказано какая-то дичь, по-моему. А каждый январь после первой выплаты долг возрастает на 10%. А. Вот, смотрите, да. Каждый январь до первой выплаты долг возрастает на 10% от взятой суммы. А каждый январь после первой выплаты долг возрастает на 10% от половины суммы. Кредит должен быть погашен двумя платежами. Все, два платежа. Первая выплата должна быть сделана в конце января того года, когда сумма на численных процентов стала не меньше трети взятой изначальной суммы и должна покрыть все проценты плюс половину взятой суммы. Что? Давайте дальше читать не будем. В голове будет каша. Давайте дочитаем до момента про первый платеж. Значит, смотрите, что написано в этой дичевой задаче. Рассказываю и объясняю. Ключевой концепт перевожу на русский. Что там написано? Там сказано, что первая выплата будет сделана в том году, когда сумма на численных процентов станет не меньше, чем одна треть С. Вы вдумайтесь. Мало того, сказано, что до первой выплаты долг всегда увеличивается на 10% от взятой суммы, от С, а не от текущего долга. Поняли прикол? Рассказываю, что это значит. Я думаю, сейчас люди в шоке. Ну, типа, вообще понимания нет. Давайте я заполню первые 4 года, и вы поймете. Рассказываю. С, с первым все понятно. С, плюс 0,1С. Согласны? Но платежа здесь нет. Долг так и остается С, плюс 0,1С. Почему нет платежа? Потому что сумма на численных процентов еще равна 0,1С. А в условии задачи сказано, что первый платеж произойдет тогда, когда сумма на численных процентов станет не меньше, чем одна треть С. И еще к тому же проценты начисляются вот от этой суммы. Значит, смотрите, вот этот долг переходит сюда. Я говорю сейчас, вот кто с трудом понял условия, и сейчас, когда мы заполним первые 4 года, и вы поймете, скажете, а, нифига себе, какая схема кредита. Такое могут дать. Все, что угодно могут придумать. Сейчас кокнет реально, будет катарсис. Смотрите, что получается? К этой сумме добавляется опять 10% от начальной суммы, так сказано, в условии. То есть, долг будет С, плюс 0,2С. Вот, кстати, ребята, которые решают только шаблонные задачи, вот сейчас вы, собственно, и поймете. Если вы вообще не понимаете, что происходит, а считаете, что вы знаете кредиты и решаете дифференцированные уитетные платежи, то мои соболезнования, то есть, вы не ботали нормально кредиты. Это значит, вы решаете только шаблонные и не понимаете, что написано в условии. Можете сделать выводы. Опять, мы к этому прибавили 0,1 от С. Будет платеж? Нет. Потому что сумма начисленных процентов меньше, чем 1 треть от С. Долг остается прежним. Этот долг переходит вот сюда. И к этому долгу добавляется 10% от начальной суммы. И он становится С, плюс 0,3С. Будет платеж или нет? Нет. Потому что сумма начисленных процентов 0,3С все еще меньше, чем 1 треть С. Потому что 1 треть С это 0,333 и так далее. Да? Платежа опять нет. С, плюс 0,3С, здесь С, плюс 0,3С и опять добавляется 10% от С. Ура! Смотрите! Сумма начисленных процентов суммарная уже 0,4С. А вот 0,4С точно больше, чем 1,3С. Что сказано в условии? Делается первая выплата, которая должна покрыть все проценты плюс половину от взятой суммы. Смотрите, какой первый платеж. Он выплачивает все проценты и плюс половину от взятой суммы. ЕС! Мы нашли с вами первый платеж. Мы погасили все проценты и половину С. И долг стал равен 1,2С. И эта сумма, то есть можно разделить. Вот это все происходило до первого платежа. И эта сумма долга переходит на начало пятого года. И это только часть задачи. Прикол, да? Ребят, давайте. Либо вопрос, либо плюсик в чат, кто понял схему. Вы поняли вообще? Это мы еще не дочитали условия до конца. Там еще комиссия за обслуживание счета. Дальше пока не читаем. То есть получается, первые три года платежей не было. Проценты добавлялись все время 10% от начальной суммы. И до тех пор, пока не накопилась сумма процентов больше, чем 1,3С, там не меньше, чем 1,3С, платежа не было. А когда накопилось, делается первый платеж, сразу покрывающий все начисленные проценты и половину от С. Ну вот, классика вопрос. Мы же во втором году должны начислять проценты на 1,1С. Ф. К сожалению. Вот я про это и говорю. Ребят, если вы не способны проанализировать условия задачи, а мыслите шаблонно, вас ожидает, к сожалению, не успех. Еще раз. Вот вы пишете. Мы же во втором году должны начислять проценты на 1,1С. Я примерно раз 6-7 во время заполнения этой таблицы повторил. И это написано в условии, дружище. Добавляется 10% от взятой суммы. Взятая сумма. Вот она, я ее подчеркнул. 10% от нее. Это всегда 0,1С. Добавляется плюс 0,1С, плюс 0,1С, плюс 0,1С. Ниоткуда не возьмутся начисленные проценты на 1,1С. Читайте условия. Включайте голову. Это и есть прокачка мозгов и решение нормальных 17-х. Тут никаких гробов нет. Разве это гроб? Что тут заполнять-то? Просто нужно включать голову. И так надо готовиться. Так. Братанчики, читаем дальше. Теперь смотрите. Что сказано дальше? Почему 0,1С, если R равно 10%? Ну. А. Блин. Этот. Да, 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 да. Извиняюсь, я не прав. Забыл сказать. Да, да. Почему 0,1, если R 10%? 0,1, потому что 10 мая. Да, да, да. Десятая, поэтому 10 мая делим. 10 мая на 100 мая. 0,1 умножаем на S. Так. Читаем условия задачи дальше. Забыл, забыл, да, извиняюсь. Так. Смотрите, в чем прикол. Дальше сказано, что после… Вот первый абзац. После первой выплаты долг возрастает на 10%, смотрите, от половины взятой суммы. Прочитали? Вот смотрите. Вот этот момент. Это все до первой выплаты. Вот первая выплата. В условии задачи сказано, что после первой выплаты долг возрастает на 10% от половины суммы. Ага. Все. Забываем про эту сумму. Теперь всегда к нашему долгу. Смотрим внимательно. К 1,2 S. Добавляется 10% от 1,2 S. От половины взятой суммы. Вот сумма начисленных процентов. Сказано. В условии задачи. Читаем внимательно. На ЕГЭ вы можете даже подчеркивать ключевые моменты в условии задачи, чтобы не пропустить их. Это ключевой момент. После первой выплаты добавляется к долгу 10% – это первый абзац условия задачи. От половины суммы. Вот половина суммы. Как раз-таки у нас осталась, потому что мы погасили 1,2 S. Теперь 10% от половины суммы. Вопрос, будет ли платеж. Считаем условия задачи. В конце того года, когда сумма процентов… А вот, вторая выплата должна быть сделана после первой выплаты. И в конце января того года, когда сумма процентов начисленных уже после первой выплаты стала не меньше третьей взятой начальной суммы. И должна покрыть всю оставшуюся задолженность. Поняли прикол? Еще раз, перевожу на русский. Как только закончился первый период и мы сделали первую выплату, у нас долг остался равен 1,2 S. А дальше, по сути, то же самое. Только вторая часть задачи идет. Смотрите, прикол. Теперь, так, проценты всегда начисляются, добавляются 10% от половины суммы. А выплата вторая произойдет тоже тогда, когда сумма вот этих новых накопленных процентов будет не меньше, чем одна треть от S. Так? Элементарно. То есть здесь выплаты нет. Очевидно, потому что это что такое? Это сколько? Это 0,05 S. Это очень мало. Это никак не 0,33 S. Правильно? То есть долг остается прежним. Вот таким. 1,2 S плюс 0,1 на 1,2 S. Кстати, можно сразу посчитать и понять. 0,1 на 1,2 S это сколько? Давайте, 0,05 S. То есть каждый год, смотрите, каждый год у нас будет к сумме долга добавляться вот столько процентов. Это сумма начисленных процентов. Кто может сразу сказать, в каком году? Вот просто мне интересно, да? Понятно, что не в шестом и так далее. Кто может сразу сообразить, в каком году мы сделаем второй платеж? В каком году сумма начисленных процентов так будет больше, чем одна треть? Ну, очевидно, да? 0,05 на 7 это 0,35. 0,35 больше, чем одна треть. Значит, нам нужно, чтобы нам 7 раз начислили. Если вы не умеете считать, то можно пальчики загибать. Пятый год, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. Так? Будет 7 раз. Получается, что в одиннадцатом году, так, что у нас здесь было? У нас была одна вторая S плюс 0,05 на 6 плюс 0,3 S. Это наши проценты. И к этой сумме мы добавили еще 10% от этого, то есть 0,05 S. Будет вот так. Итак, вот это важно, чтобы вы сейчас поняли, потому что я записывал не все строчки. В одиннадцатом году, то есть здесь 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Здесь 7 лет. Вот такая будет сумма начисленных процентов. И, наконец-то, мы сделаем платеж. Какой платеж? Что сказано? Сказано, что этим платежом мы должны погасить сумму начисленных процентов, то есть мы сразу выплачиваем 0,35 S и плюс погасить оставшийся долг. Плюс одна вторая S. И долг становится равен нулю. Yes! Мы, наконец-то, с вами заполнили, ребят, всю таблицу. Это первый платеж. Это второй платеж. Схема. Вот второй период вам должно быть уже проще понять после первого периода. Второй период абсолютно такой же. Начиная с пятого года, то есть нам даже количество лет в этой задаче было неизвестно. Это мы только сейчас определили, что на самом деле кредит взят на 11 лет. Начиная с первого года, ой, с пятого, каждый раз, каждый год добавляется 10% от половины суммы. 10% от одной второй S это 0,05 S. И второй платеж мы сделаем тогда и только тогда, когда общая сумма начисленных процентов станет больше, чем одна треть. Но, очевидно, если каждый раз добавляется по 0,05, нужно, чтобы 7 раз добавилось по 0,05. Потому что если 6 раз, то 0,05 умножить на 6 это 0,3. А 0,3 это меньше одной трети. Значит, должно быть 7 лет. 5, 6, 7 и 8, 9, 10, 11. В 11 году седьмой раз добавится 0,05 и общая сумма начисленных процентов это 0,35 S. Это общая сумма начисленных процентов. И это уже больше, чем одна треть S. И в условной задаче сказано, что тогда мы делаем второй платеж, который полностью гасит вот эти проценты. Вот мы выплачиваем 0,35 S. И полностью гасит оставшийся долг 1,2 S. На этом месте кредит закончен. Давайте вопросы по таблице. Ну, прикольная таблица, реально. Надо немножко подумать, чтобы ее составить. А может быть, даже не немножко. Давайте вопросы по таблице или плюсик в чат, если появилось кристальное понимание того, что написано в условии. Как мы заполнили первый блок и второй блок. Там мне процент от половины суммы. Что? Где 1,4 S? Мы берем 10% от 1,2 S. 1,2 S это 0,5 S на 0,1 0,05 S. Жестко, да? Ребят, это и есть прокачка семнадцатых. Когда вам вообще плевать. Плевать на все, что происходит в написанном условии задачи. Вы просто приходите и выстегиваете задачу. Потому что вы можете прочитать любое условие, заполнить любую таблицу. Во втором году не... Ну блин, ну вы угораете, сладкий братик. Ты прочитай условия, пожалуйста. Там же русским языком написано, что добавляется 10% от начальной суммы. От начальной. 0,1 от S всегда. Короче, читаем вопрос задачи. Так, читаем вопрос задачи. Какую наибольшую сумму можно взять в кредит, если общая сумма всех его выплат не должна превосходить 213 525 рублей? Но в этой задаче есть еще одна проблема, да? Читаем. В конце июля каждого года, то есть вот здесь, в начале, на начальную сумму, да? Нужно выплатить некоторую сумму за обслуживание счета. Во все годы до первой выплаты, то есть первые 4 года, платится 1% сказано от S, от начальной суммы. Это дополнительные выплаты за обслуживание счета. А во все годы после первой выплаты 1% от половины суммы. А во все вот эти платится еще 1% от 1,2 S. Согласны? Какую наибольшую сумму можно взять в кредит, если общая сумма всех его выплат не должна превосходить 213 525 рублей? Все поняли? То есть, давайте посчитаем, что вообще в принципе платил этот челик. Он сделал 2 платежа и еще заплатил комиссию 4 раза по 0,01 от S и 7 раз по 0,01 от 1,2 S. Складываем с этим и пишем, что эта штука меньше либо равна 213 525 рублей. Так, ну у меня осталось место вот здесь, я попробую уложиться и записать прямо сюда. Смотрите, давайте просуммируем. Если сложить 2 платежа, все очень просто. Получается S плюс 0,75 S. Согласны? Теперь складываем. 4 раза он заплатил 1% от S. Плюс 0,04 от S. Правильно? Хорошо. И 7 раз он заплатил 1% от S. 1% от 1,2 S. Это что такое? Давайте. 1,2 от 0,01. Ну давайте сложим. Плюс 0,01 от 1,2 S от 0,5 S. И так 7 раз. Так? Смотрим внимательно, что получается. 0,01 на 0,5. Это 0,05 на 7. Это 0,0,3,5. Смотрите. Это получается 1,75 S плюс 0,0,075 S. Это 0,04 и тут 0,0,3,5. В итоге общая сумма выплат это... Давайте 0,0,0,075 S. Складываем 7 сюда. 1,825 S. Все. Все. И 1,825 S не превосходит по условию задачи 213,525 рублей. Все. Вот это внизу, это ключевое уравнение. Это итоговое уравнение. Ну точнее неравенство. Вот оно. Общая сумма выплат не должна превышать 213,525 рублей. Мы сложили 2 платежа. И сказано в условии задачи, что до первого платежа, то есть мы выяснили, что 4 года, он должен был платить за обслуживание счета 1% от взятой суммы от S. Это вот эти 0,04 S. И еще после первого платежа, 7 лет до второго платежа, он должен был платить 1% от 1,2 S. Это вот 0,01 на 0,5 S. И так 7 раз он заплатил. Правильно? Все сложили, получили вот такое неравенство. Ну что ж, нам остается только по-честному поделить. Давайте я сотру вот здесь часть таблицы. Вроде бы она уже долго висела и всем понятна. И попробуем досчитать. Сделать наше вычисление. Делим 213,525. Делим на 1,825. Это дичь, я не хочу это делить. Ладно, умножим на 1000. И поделим. То есть вот это тоже на 1000 умножили, и это на 1000. На 1,825. Вот так, да? Кто умеет? Кто умеет поделить? Ладно, хорошо. Давайте сначала сократим на 25, да? Сколько получится? Если сократить на 25, получится здесь 40. Правильно? Здесь сократить на 25, сколько получается? 4, 5, 6, 7 раз. Это 175. Еще остается 7,5. 7,3, да? 7,3. Так, посчитаю себя по-другому. Проверю. В сотне 4. Да, 7,3. Хорошо. Теперь, видимо, 213,525 нужно поделить на 73. Усно делим. Но иначе просто не сократится. 213,525 делим на 73. Давайте пробуем. Кто-то, может быть, на калькуляторе уже поделил. Так, делим. Так, берем по 2. Дичь, ненавижу считать. Делим по 2. Берем по 2. 146. Я понял. Я не буду делить это в уме, чтобы не допустить выстретительную ошибку. Хотя столбик тоже не самая крутая штука. Делим по-честному. 213,525. Ребят, делим на 73. В столбик берем по 2. Минус 146. Здесь получается 54,13,67. Сносим пятерку. Берем по 9. 9 на 7,630. Плюс 27,657. Минус 657. Так, это у нас получается, что, 18? 2. Берем по 2. У меня похоже на какую-то дичь. У меня ничего не получится. Ладно. Сейчас я перепроверю. Минус 100. Минус 146. Берем 2,65. И берем по 3,65. И берем по 5. О! Ничего, поделилось типа. Минус 3,65, 0. И теперь 2,9, 2,5 нужно умножить на 40. Кто умеет? Давайте 2,9, 2,5 умножаю на 40. Умножаю на 4 и добавляю 0. Значит, 2,900 на 4, 8,3600, 11,600 и еще плюс 100. О, 11,700. И еще добавляю 0. Ответ. То есть я получил неравенство. Давайте так. Когда я поделил вот это большое число на 1,8,25, я получил неравенство S меньше либо равно, чем 117,000. Меня спрашивали, какую наибольшую сумму можно взять в кредит? 117,000. Все. Это ответ, задача убита. Ну, короче, в конце, видите, даже красиво поделилась. Красивый ответ. Максимальная сумма, которую можно взять в кредит в данных условиях 117,000 рублей. Уравнение нормальное. Точнее неравенство. Просто нужно спокойно, аккуратно поделить. Но я вот без ошибок поделил. Видите, то есть домножил на 1000, сократил. Потом вот это число по честному поделил на 73, получил 2925 и умножил на 40. Получил 117,000. То есть, на самом деле, даже ответ красивый. Все красиво поделилось, ничего не нужно округлять. Ну, что, как вам задача? Всего два платежа. Интересная таблица. Комиссия за обслуживание счета. Долг не выплачивается до тех пор, пока не начислится больше, либо равно, чем 1 треть от S. Все решаемо. Все красивый ответ. Какая сложнее, как вам показалось? Первая задача или вторая? Ребят, какая вам показалась сложнее? Первая или вот эта? По-моему, вот эта сложнее, чем первая задача. Ну, вот вы можете себя, ребята, проверить. Смотрите, специально взял. Заметьте, заметьте, да? Две задачи мы разобрали за 50 минут. С полным объяснением. Несколько раз повторял, на баске писал и так далее. Никаких супер вычислений. В конце один раз поделить в столбик. Красивый ответ. В первой еще проще. Так? Вопрос. Это что, какие-то страшные гробы? Это нельзя научиться решать? Включать голову? Конечно, можно. Могут дать такую задачу на ЕГЭ, как первую, например? Попроще, чем эту? Да, конечно. Но типа, делайте выводы. Если вы сейчас посмотрели на это и такие, типа, что? Я ничего не понимаю. Съели козюлю немного. То подумайте над этим. Специально поэтому составил задачки, чтобы все-таки кого-то вразумить, что готовиться надо нормально. Не надо запоминать какие-то алгоритмы. Нужно немножко думать головой. Это поможет. Мало того, вы когда готовитесь к 17-й вот таким образом, вы голову развиваете. Это помогает в 19-й, в любой другой задаче, в первой части, в текстовых задачах, как угодно. Вот так вот. Как это в июле? Ну, прочитайте условия задачи. В июле планируется взять кредит. Так? Каждый январь до первой выплаты долг возрастает. А в конце июля комиссия. Июль – это месяц. Взяли кредит. И сразу в конце июля нужно выплачивать. Июль – это вот это. А вот это январь. То есть, вот в июле мы взяли и сразу платим комиссию на каждую сумму. Так. Ну, что? Быстро. Уложился даже быстрее часа. Вот хотел сделать такой небольшой стрим на час. Я думаю, что… Сейчас сделаем тайм-коды. В записи можно будет очень быстро на 1,5х просматривать решение этих задач. И немножко голову так раскручивать, да? Уходить от шаблонов. Можете скинуть ребятам. Можете дать одноклассникам попробовать порешать нормальные кредиты авторские. Я думаю, что их кокнет. Давайте разыграем еще один промик. Ну, не разыграем. В смысле, я просто напишу его на доске. О, какой промокод. С моим годом рождения. Вот такой промокод. Ну, это в смысле понятно, да? Мустанг 1990. Проверяю. Так, правильно ли? Мустанг 1990. Да, это третий промик за сегодня. Почему 0,05С на 7? Ну, еще раз. У нас 7 лет. 7 лет во втором периоде, сказано по условиям задачи, мы платим 1% за обслуживание счета. 1% от вот этой суммы. 1,2С – это 0,5С. Правильно? Значит, мы 7 раз, поэтому умножаем на 7, будем платить 1% от 0,5С. Правильно? Ой, ща. 0,05. Я, в смысле, сказал неправильно? Посчитал-то я вроде правильно. Смотрите. 0,0 – тут, давайте еще раз. 0,01 на 0,5С. Что это такое? Это 0,005. Согласны, С? Но мы же еще умножаем на 7, и мы получаем 0,035С. Так я вроде бы так и сделал, нет? К 0,04С я добавил 0,035С. Вроде все правильно. Ребята, кто со мной считал? Правильно же посчитал? Здесь 0,05С на 0,01, 0,005С на 7, 0,035С, 0,035 плюс 0,04 – 0,075. И вот эта семерочка вот сюда с этой пятерочкой 1,825. Вроде все верно посчитал. Всегда проверяйте себя, ребят. Обязательно. Все. Видимся с вами в последнее время часто. Вчера песни пели. Сегодня, видите, в день рождения еще стримчик. Короткий часик провели. Но, кстати, было продуктивно, на мой взгляд. Да? Я просто не успел придумать еще третью задачу, чтобы на полтора часа настримить. Вот. Было продуктивно. Мне кажется, мозги начали шевелиться. Еще пересмотрите. Тайм-коды будут. Промики разыграл. Можно отдохнуть сегодня, последний день. Да? У вас там завтрашняя, по-моему, начинается уже учеба, насколько я помню. Или с после завтрашнего. Надеюсь, вы отдохнули. Впереди последний рубеж. Нужно хорошо поботать. Ставьте лайки обязательно в честь чего-нибудь. В честь авторских задач, в честь хорошего контента бесплатного, в честь моего дня рождения. Что угодно. Пишите комментарии, ставьте лайки, ботайте. Напоминаю, 15 мая от меня 8-часовой стрим с разбором 4 вариантов. Каждый на сотку. 400 баллов за 8 часов набираем в темпе. 17 мая стрим от руководителя экспертной комиссии Георгия Игоревича Вальфсона. Руководитель экспертной комиссии. А не просто эксперт. Руководитель экспертной комиссии по городу Санкт-Петербургу. Решит вторую часть. Решит, напишет, как нужно ее оформлять. Ответит на все вопросы. Будет четкий стрим. Все. Сейчас пойду, для марафонцев сделаю расписание на эту неделю. Все, опубликуй в группе. Увидимся. Всем пока. Всем спасибо за поздравления.